Меня зовут Алиса Бескина, и я дактор, корсалка и детей, и я пришла к вам рассказать. Также я... Здравствуйте, слышно, да? Еще. Еще обниму, пожалуйста. Также я еще три дня студентки института образования. Так, слышно? Прямой ум. Ну так, сразу на три. Это еще неудобный микроход. Так, так слышно? Раз, раз. Прямо, прямо из него, да. Хорошо. В общем, я училась в институте образования, заканчивала министратуру и работаю в Эдитейн-редакторе. Эдитейн-редактор, скорее всего, известен вам всем как онлайн-журнал о технологиях инноваций к будущему образованию. Кроме этого, Эдитейн-редактор занимается исследованиями и консалтингами проектами. Я редактор журнала, и поэтому я с удовольствием отвечу на все вопросы, которые возникнут касательно именно журнала. А касательно исследовательской лаборатории я вам рассказывать не буду, потому что это не моя работа. И сейчас мы бы очень хотели узнать, кто к нам пришел, и с вами немного познакомиться. Ну что ж, давайте тогда кратко подытожим, что у нас получилось. У преподавателя нет контроля, чтобы постоянно наблюдать за студентами и стимулировать их к выполнению заданий. У студентов теряют мотивацию, проблемы с сертификацией онлайн-курсов и проблемы с входным порогом, потому что онлайн-курс, по сути, может взять любой человек, начать слушать, у которого, возможно, не хватает знаний для этого. Верно? Это все совершенно замечательно, и, мне кажется, ко всем вот этим теннисам, которые вы озвучили, мы будем как раз-таки обращаться на учреждение. Можно ли я сделать еще такое замечание? Курс человек может пройти, он может даже узнать на отлично, но он может получить просто формальные знания и запомнить слова, за которыми он не будет понимать, что стоит. Вот что опасно. А могу ли я тогда чуть пойти дальше и предположить, что проблема в том, что в онлайн-курсах не хватает практики? Потому что они только теоретические участки. Практики — это уже когда человек теоретическую часть осознал. Я могу сказать, что кейс, который это иллюстрирует, но это на 40 минут, на 10. Хорошо, тогда я вас поняла. Давайте тогда пройдем по моей лекции, потом будем с вами обсуждать дальше все вопросы, которые возникнут. Мы на самом деле, опять скажу, что мы действительно получили очень много вопросов, Маша мне их все отправляла, и огромное количество касалось таких вопросов, как продвижение, маркетинг, продажа онлайн-курсов. К сожалению, про это мы говорить не будем, потому что это отдельно очень большая тема, и мы будем все же придерживаться заявленной. А изначально мы планировали поговорить, во-первых, про тренды онлайн-образования, то есть что происходит сейчас, куда мы движемся. Собственно, на самом деле, это то, чем я постоянно занимаюсь сейчас, потому что я работаю редактором медиа про технологии в образовании и постоянно держу руку на пульсе, я об этом все пишу и все это мониторю. А второе – это эффективность онлайн-образования, как сделать свой онлайн-курс хорошим и эффективным. Ну что ж, тренды онлайн-образования. Важные цифры, которые говорят о том, какой огромный размах сейчас уже набрали онлайн-курсы. 800 университетов в мире запустили хотя бы один курс, 81 миллион пользователей онлайн-платформ всего, и практически 10 тысяч курсов насчитывается на конец 2017 года по этой данной аналитике класса «Централа». Я, кстати говоря, очень советую за порталом «Класс «Централа» вам следить, если вам это интересно. Они постоянно вывешивают очень классную аналитику, которая касается происходящего в данном образовании, в данном курсе. Я прошу прощения, а под курсами ухода занимаются только муки? Да. А, как вам другие форматы, в принципе, не рассматриваются? Смотрите, во время лекции мы будем рассматривать форматы. Вот в этой аналитике, которая тут сейчас выведена, в этих цифрах учитываются муки. Муки – это муки массово открытые онлайн-курсы. Лидеры онлайн-образования довольно очевидные. Курсера, посмотрите, я думаю, это платформа, которую вы все знаете. Курсера вырывается вперед, и у него практически в два раза больше пользователей. Здесь приведено в миллионах. У Курсера 30 миллионов. Едекс, «Центр», «Юдастит», «Фьючерлёрн» идут за ней. Один из вопросов, который задавали перед лекцией, был, на какой платформе лучше всего делать онлайн-курсы. Поскольку я в своей жизни ни одного онлайн-курса еще не сделала с нуля, ни на какой платформе, я вам про это не расскажу. Но на эти платформы точно стоит ориентироваться, потому что это очень успешные лидеры. Если вы хотите узнать, как сделать классный онлайн-курс, на кого ориентироваться, посмотрите для начала на Курсеру. У них все очень хорошо. Можно такой момент. Производство, оно, как правило, на сторонних производителей, типа Лекториума, у которых есть база. То есть, например, для Павла Бевзнера на Курсеру они снимали пост по биоинформатике. Но производителями были они, не про СЭР. СЭР, это просто противная платформа, которая позволяет сконструировать задачи. Я говорю, я сказала о том, что это просто хороший пример, на который стоит ориентироваться. Теперь поговорим немножко о трендах онлайн-курсов. Первый и самый важный – это монетизация. Я думаю, все вы знаете, что онлайн-курсы изначально задумывались как открытое образование, которое будет доступно всем. Там была предельно простая идея. Давайте сделать так, чтобы студент из Иваново смог послушать курс Гарварда. Ему за это ничего не было. К огромному сожалению или, возможно, к радости производителей, не производителей, а авторов онлайн-курсов, бесплатных курсов становится все меньше и меньше. Самая грустная новость, как мне кажется, этого мая – Едекс, платформа, которая до победного оставалась бесплатной, объявила о том, что он будет вводить платные сертификаты. Собственно, есть несколько моделей монетизации онлайн-курсов. Первый, самый лайтовый – это сертификаты. Тоже, думаю, вы все сталкивались. Вы можете бесплатно прослушивать всю информацию, которая есть на онлайн-курсе, но если вы хотите сертификат, вы должны заплатить. Следующий уровень – это микростепени. Udacity уже открыла 29 программ, которые называются Nano Degrees. И 49 программ MicroMasters от Edex, которые также платные. Потом, чуть позднее, я расскажу, чем они отвечают от всего другого. Следующий уровень – это уже онлайн-дипломы, когда, по сути, онлайн-образование заменяет вам определенную ступень образования в университете. У курсера уже есть 10 магистрских программ, которые проходят онлайн. И сейчас также уже идут разговоры о том, что, возможно, будет онлайн-бакалавриата полностью. Ну и корпоративное обучение – это интеграция онлайн-образования для… ну, то есть, когда, по сути, платформы продают свой контент фирмам и компаниям. Интересная цифра. Половина слушателей совершенно не готовы и не желают платить за сертификат. С другой стороны, можно посмотреть с другой стороны и сказать, что целая половина хотят платить. Тут уж кто как к этому подойдет, однако, о чем говорит вообще эта цифра, как минимум о том, что если вы хотите создавать свой онлайн-курс и думаете по поводу его монетизации, я бы сказала, что нужно предусмотреть обязательно, чтобы в нем было два варианта, чтобы была какая-то открытая часть и какая-то часть по его платная. Потому что иначе это будет нести довольно большие риски и очень ограничена аудитория. Следующий тренд касается аудитории онлайн-курсов. Как ни странно, несмотря на то, что онлайн-курсы начинались как курсы в университетах, они очень давно из университета вышли, и основная аудитория онлайн-курсов – это люди, которые изучают новые навыки для карьеры. 75 студентов, здесь имеется в виду 75 студентов онлайн-курсов, то есть слушателей, не университетских студентов, а слушателей онлайн-курсов. Говорят, что приходят на курсы ради того, чтобы прокачать какие-то навыки для карьеры. Точно так же я здесь вывела три примера вот этих самых микростепеней, про которые я сказала чуть ранее. Вы можете посмотреть, сколько они стоят у курсера, у Udacity, у Edex. Это называется по-разному. У курсера специализация, у Udacity, нано-степени, у Edex и микромастеры. Суть одна и та же. Вам предлагают купить комплект нескольких курсов, примерно за 1000 долларов, и вы получаете специализацию и диплом о том, что вы прослушиваете набор этих курсов. И здесь очень важна на самом деле тема. Посмотрите, я выбрала машинное обучение, я разработчик блокчейн и кибербезопасность. Не просто так. Все курсы, которые продаются на этих платформах как микростепени, они примерно касаются вот этого. Они касаются анализа данных, они касаются бизнеса, они касаются маркетинга. И они позиционируются сразу как степени для профессионалов. То есть вся их реклама, все их лендинги, все их призывы основаны на том, что купите нас для того, чтобы прокачаться в карьере. То есть про студентов, про университет уже в принципе забыли. Следующий тренд – это онлайн-дипломы. И тут как раз таки мы возвращаемся к университету, потому что онлайн-курсы пытаются вернуться за студентами университета. Уже 7000 студентов записалось на первые курсы с дипломами в 2017 году. Потенциальный доход от 75 миллионов долларов, что прекрасно. Пример – онлайн-диплом от Coursera. Coursera предлагает получить магистра компьютерных наук полностью онлайн. Вы видите на экране, это стоит 15000 долларов. Состоит из 10 курсов, которые длятся полтора-два года. И что самое интересное, тут есть как раз таки конкурсный отбор. Вот о чем мы только говорили, что проблема, что на онлайн-курсы могут записаться кто угодно, а на онлайн-магистратуру ни кто угодно. Нужно пройти отбор как в нормальный университет, тогда вы сможете поступить и еще не предлагать финансовую помощь для особо талантливых студентов. Следующий тренд касается корпоративного обучения. Тут довольно быстро, довольно коротко. Онлайн-платформа заключает все больше контрактов с фирмами и развивать свое направление. Университеты. Онлайн-курсы, которые забыли про студентов университета, все же пытаются туда вернуться. Для этого они делают одну очень простую вещь, которую мне лично непонятно почему до сих пор не сделано везде. Кредиты за онлайн-курсы потихоньку разрешают засчитывать в университетах как равноправные очень курсам, которые проходят студенты. Я, например, знаю, что такое есть в Высшей школе экономики в России, потому что я там училась. Однако, как мне кажется, в других университетах в России это еще пока что мало в каких университетах есть, мало куда добралось. Однако мы в этом направлении двигаемся. 11 университетов в мире участвуют в программе виртуального обмена. Что это такое? Это программа, которую открыл технологический университет Дельтса, Дельтский технологический университет в Нидерландах. Идея заключается в том, чтобы онлайн-обменом повторить то, что раньше было обменом мочи. Вы помните историю о том, как студенты, например, из России едут поучиться на год в Штаты, теперь это же сделать предлагают виртуально. Одиннадцать университетов подписали между собой соглашение, и студенты могут выбирать курсы любого из списка этих университетов, которые в этом соглашении, и перезащитывать их у себя без какой-либо бюрократии, без каких-либо проблем. Огромная надежда на то, что эта программа будет расширяться дальше, и все больше университетов будет в него входить. Потому что это действительно позволяет… Ну, по сути, я думаю, вы все понимаете, по сути, если студент прослушал какой-то онлайн-курс, он уже может не ослушать его больше в университете. Если у него нет возможности пересчитать с кредитами, ему приходите делать двойную работу или тогда отказываться от молоков. А теперь мы поговорим о чуть более интересной информации. Что же внутри онлайн-курсов? Это тоже касается трендов, но что же в последнее время в них внутрь вкладываем? Первое – это игрофикация. И на самом деле, когда мы готовили редакцию эту презентацию, мы обсуждали, а вообще игрофикация – это еще тренд или уже нет. Скорее всего, уже нет, уже ушедшие, но, по крайней мере, это такая данность, с которой все сталкиваются. Во-первых, если кому-то интересна игрофикация и методы, с помощью которых можно игрофицировать свой курс, свои лекции, что угодно, я советую вам посмотреть на статью курса Ивана Мефедева по игрофикации. Там очень подробно все рассказывается. Здесь я просто хочу вам показать несколько примеров, как используется игрофикация в онлайн-курсах. Во-первых, это разнообразные персонажи, которые для прибавляются в образовательную программу. Вот у нас есть Вася и вот есть Эдвин. Это два персонажа, которые учат вас английскому языку. В конце эта ссылка будет еще раз. Это же разошло презентацию. Да, и презентации подошли. Значит так, Вася и Эдвин – это у нас два товарища, которые помогают изучать английский язык. Это мобильное приложение, которое общается с вами от имени вот таких вот милых персонажей. Wild to Lore – это игра. Это очень хороший пример того, как для детей происходит гимнификация какого-либо курса. Это игра по машинному обучению, которая предлагает детям пятых примеров классов играть за специалиста по машинному обучению. Вот этот специалист, вот лежит на компьютере его код. Кота надо кормить, соответственно, надо зарабатывать на жизнь. Чтобы зарабатывать на жизнь, ты как специалист по машинному обучению должен изучать какие-то новые фишки и выполнять новые задания. Lingua Leo – здесь у нас есть ребенок, которым надо кормить. Когда ты выполняешь задание, ты получаешь в рекадемике для ребеночка. Ты его кормишь. Если ты не выполняешь задание, то ребенок твой голодает, становится меньше и, в общем, это стимулирует тебя оставаться на курсе и его поддерживать. И еще одна платформа Flacabillary. Я сама ее недавно нашла, я думаю, в абсолютном восторге. На этой платформе, это платформа с образователем хип-хопа. Там треугольники читают рэп и рассказывают вам о том, какие у них стороны и как их различить, там, равносторонние или еще какие-то. То есть там предлагается видео, и все они написаны хип-хопом. То есть там такой кач, и ты ритмично изучаешь какую-то новую информацию. Но это рассчитано на детей разного возраста. Но платформа пользуется в Штатах очень большой популярностью. Учителя ее очень любят. Там даются расшифровки всех этих записей. И еще там есть у них выложенные просто биты, под которые учителя могут, допустим, записать свои какие-то песни и придумать свой контент. Собственно, это краткий и очень быстрый экскурс в графикацию, потому что, мне кажется, в 21 веке очень долго рассказывать про подробности графикации не имеет смысла. Вы все с ней сталкиваетесь каждый день. Тоже, совершенно коротко, по поводу визуального материала тоже очень очевидная вещь. Мы давно перестали воспринимать текстовую информацию в больших объемах. Поэтому, если вы хотите очень... Вы хотите удержать студента на своем онлайн-курсе, информацию нужно предоставлять, во-первых, в видео, во-вторых, в каких-то картинках, в комиксах, максимально упрощать. Не держащие онлайн-курсы, они потихоньку отказываются уже от практики. Когда, допустим, изначально, еще лет пять назад, курсы были очень похожи на университетские. Слушателям предлагались большие тексты, большие материалы, чтобы их самому прочитать, обсудить. Сейчас это уже не работает. Если у студента потом нет семинара, на котором он будет с коллегами обсуждать книжку, он ее не прочитает. Не надо все сокращать, надо все делать в плане. Снэк-ролинг. Честно говоря, не знаю, как это перевести. Обучение во время перекусов. Обучение становится очень коротким, и у студентов большой запрос на то, чтобы образовательные какие-то тайлы были укладывались буквально в несколько минут. Это то, что продается, это то, что пользуется большой популярностью. Давайте тогда начнем. Маша уже рассказала про теплосеть. Я тоже выбрала их здесь как пример. Теплосеть состоит из таких вот маленьких тайлов, маленьких заданий. И у вас уходит очень мало времени на то, чтобы каждое задание прочитать, прочитать, выполнить, ответить на вопросы, сделать его. То есть сейчас человеку удобно носить в кармане какое-то задание и очень быстро его достать и быстро сделать. Вот это вот логотип EasyTen – это приложение для изучения английского по 10 слов в день. И каждое слово одно точно так же… Эти слова друг с другом не связаны, это важно. Ты можешь изучить одно слово в обед, другое слово в электричке, третье слово, пока ты будешь переходить, не знаю, между разными корпусами университета. И дуалинга также изучение английского языка с маленькими и очень короткими заданиями. То есть, еще раз, большие комплексные задания, на которые надо потратить полтора часа времени, они не заходят. Люди сваливаются, люди не делают. Людям удобно, чтобы можно было зайти, сделать и забыть, и отвлечься. Смартфоны. Все больше и больше людей заходят в интернет и вообще на какие-либо онлайн-платформы со смартфонов. Если вы делаете онлайн-курс, надо это обязательно учитывать и адаптировать контент. Онлайн-обучение потихонечку плавно пересекает в мобильное обучение. Вот здесь приведены данные исследования. На самом деле, это исследование с 2006 года. Я, к сожалению, не успела найти что-то посвежее. Я думаю, сейчас эти цифры еще больше. Студенты пользуются смартфоном часто даже больше, чем компьютером. Учитывая. Тут вот 55% читает материалы курса со смартфона. Также около половины заходят в образовательную систему в университете. Ищут материалы для докладов. Естественно, смартфоны используются для общения с преподавателями и студентами. Поэтому, когда вы создаете онлайн-курс, залог успеха в том, чтобы он был адаптирован под мобильное приложение. Здесь еще один пример. Тоже прекрасное приложение. Называется Love for Physics. Это приложение, которое превращает ваш смартфон в маленькую физическую лабораторию. Оно рассчитано на школьников примерно седьмого класса. И смысл в том, что с помощью датчика смартфона, микрофона, датчика движения, вы измеряете такие величины, как ускорение, как звуковые воды, как все эти датения. Ваш смартфон все это записывает. И потом вы можете с помощью этих данных проводить какие-то эксперименты, получать очень красивую визуализацию. И вообще говоря, у вас действительно получается, что вы замерили, проанализировали, нажали одну кнопочку, и преподаватель отправился в ваши работы. Все это у вас лежит в формате. Это очень удобно. И в компьютер лезть люди уже не хотят. Это уже слишком лишняя работа. Редактор субтитров А.Семкин О.Кулакова